Поздравляю вам члены общественной палаты Республики Дагестан, Вагам Кашевичу Мказипекову. Спасибо за просмотр. Я вам желаю, прежде всего, мира, здоровья, чтобы вы были достойными патриотами своего духома, семьи, конечно, села. Дни Дагестан, Вагам Кашевича, насколько я изучал, это очень большой историей с его, большой историческими корнями, традициями. Поэтому желаю вам, чтобы вы это придерживались и пропагандировали. Ну что еще, все, наверное. Всем вам мира, здоровья, слава и жизни. Пожалуйста, я готов. Я еще, скорее, не только член общественной палаты, но человек публичный, заслуженный мастер спорта СССР, вольная борьба. Поэтому бывшие руководители, кто говорит, но сегодня я в общественной палате. Поэтому, если у детей от вас есть какие-то вопросы, если здесь стесняетесь спросить, вот в телефоне сейчас есть, хотя я не пропагандирую, интернет, вот там тоже меня найдете, в фейсбук, инстаграм, мы можем, кто стесняется, там переписываться. Вам мира, здоровья, еще раз. Благодарю вас, в следующий раз. Я хочу вам предоставить слово. Слава Аликум, добрый день. Очень приятно, что я вам в первый раз встретил вам всего. Я хочу сказать, что я хочу выразить благодарность нашим депутатам, которые не забывают, значит, идти в связи, помогают. Я хочу поблагодарить Маржина Слава Киронову, которую она взяла на свою инициативу, второй раз мы приехали в СССР и очень приятно видеть вас. Я хочу поблагодарить моих близких друзей, которые сегодня, Владимир Гаджевич, Хазебекова, Хазебад Валиевну и всех остальных, которые сегодня поддержали эту инициативу. И вам хочу сказать, что я являюсь директором спортированного центра и я хочу вас видеть всегда на берегу. Приезжайте ко мне, мы располагаемся недалеко от аэропорта, прямо на берегу моря. Будем рады вас видеть. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что мы занимаемся реабилитацией детей-инвалидов. Если у преподавателей, которые здесь у вас есть, дети с отклонением, аутизм, даун и ТЦТ, я в этом году мы будем реализовывать проект по психологу-инвалидов-сопроводнике с ОВЗ. Если вас, ну, твои две семьи, я могу упрямить от себя, чтобы... Одно добавьте от меня тоже, пожалуйста. Ну, тогда давайте сделаем так. Вот если я, вот, мужчина сказал, что одно от меня, тогда давайте от Хазеба Валиевну тоже. Тогда две семьи. Получается, четыре семьи от вашего села, имейте в виду, от вашей школы, вот, я приму сюда. Это вы сами приезжаете, а так все, что связано питанием, проживанием, это за счет собственность средств и за счет каранда. Я буду рад вас видеть, ваших, ну, имеется в виду, из тех, этих родителей, которые приезжают в нам. Я, в общем, получается уже, сколько семей? Пять семей, да? Три, там, две, здесь. Все, пять семей, скажем, я приму. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за такую патриотическую программу, которую вы сегодня видели. Это важно, особенно вы все знаете, что мы сегодня с вами встречаемся в дни, когда проходит юбилей у республики. Да, наша республика с момента создания ДССР уже перешагнула стабильный рубеж. И очень важно сегодня было слышать именно вот такие вот даже композиции, стихотворения. Ведь эта дата наша символизирует единство нашего многонационального Дагестана. Детишки, я, наверное, ну, всем нам, да, пожелаю долголетия, да, и всему дагестанскому народу успехов. Хочется также выразить, ну, большую благодарность всем тем, кто занимается благотворительностью. Не устаю об этом говорить, потому что для меня это какие-то вообще чудесные, волшебные люди, которые, которые любят, скажем, других людей, да. Поэтому, конечно, спасибо за эти инициативы, спасибо за все, что вы делаете, ну, и депутаты Государственной Думы, которые, соответственно, этим занимаются. Вот, ну, что, всем успехов и, наверное, шансов поднимут. Вам слава. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое вам. Успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Уважаемые друзья, уважаемые дети, уважаемые педагоги. Я профессиональный журналист, поэтому мне приятно бывает работать с детьми, хотя я часто этим не занимаюсь, к сожалению, хочется. Нижнее Казанище, как сказал наш Вагаб Гаджевич, уникальный исторический муниципальный центр. Вы, наша гордость, оставайтесь такими. Очень нравится, что здесь традиции, история, уважение к старшим предкам до сих пор соблюдается. К сожалению, сегодня это не везде можно похвастаться. Вам большое спасибо. И вот такие объединяющие патриотические мероприятия, благодаря нашему уважаемому, уважаемому сотруднику, да, уже. Вот я лично являюсь участником уже некоторых мероприятий, нескольких она провела с моим уже участием. Поэтому хочется пожелать и вам, и ей, и коллегам долголетие, здоровье, так держать. Спасибо. Благодарим участникам этого прекрасного мероприятия. Я хочу предоставить слово. Одному из прекрасных педагогов этой школы, которая проработала здесь более 35 лет, это социальный педагог Исаева Марьяна Шамцугиновна. Спасибо. Спасибо большое вам. Я хочу вас всех видеть. Я представляю социальный педагог этой школы, я представляю всех наших детей, которые сегодня участвуют в нашем мероприятии. И я хочу поблагодарить, сказать огромное спасибо за ваше участие в нашей жизни в школе, за участие в жизни наших детей, каждого отдельного. Спасибо вам за вашу благотворительность, ваше отца Адротина, отдельное вам спасибо. Вы видите, какое наше село большое. По последним данным, по статистическим данным, в Дагестане более 50% населения – это молодежь. Молодежь моложе 34 лет. Представляете, какой молодой Дагестан. А тем более наше казанище огромное село, и представляете, это самое большое село в Дагестане считается. А значит, у нас самое большое количество молодежи. Наши ребята, не знаю, поверите ли или нет, без дурных привычек. У нас практически ребята, молодежь не курит. Нет дурных привычек, нет дурного влияния, извиня, пока. Мы этому очень рады. Я просто хочу, чтобы вы знали тоже. У нас молодежь очень хорошая. Посмотрите, какие они красивые все. У нас молодежь очень занятая. Они занимаются, активно занимаются спортом, занимаются частным малым бизнесом, учатся многие, даже за пределами республики у нас многие, дурцы Алихата у нас, ребята-студенты. Представляете, во всей России, даже за рубежом, не побоюсь этого слова. Вот. Я хочу сказать, хотя мы не живем в равнинной части Дагестана, мы все-таки покрыты горами. И наши ребята, наши молодежь очень верно хранят традиции, обычаи нашего народа. И мы, они, вот я думаю, наверное, это и есть хорошее влияние нашей традиции, обычаи наших предков, оставаться такими честными, чистыми людьми. Вот я, почему взяла слово сегодня, я хочу представить, сегодня у нас очень хорошие спортсмены, ребята. Я записала, чтобы не забыть их места, их достижения. Я хочу вам сегодня представить, зачитать. На днях нашего ученика и великов наградил грамотой. Это наш ученик и урагер. У нас есть такая информация, но я просто буду уже, у вас тоже занятые люди, а у нас очень много родителей в Москве и в Алморской Законке. Прекрасный этот коллектив. Вообще, я кажусь в своем коллективе. Извините, я просто не смогла снять. Вот наши спортсмены, известные не только у нас за инстанем, но и по всей России. Усман Навюла. Стероскорский Куней. Я дочитаю. Вот он покажется. Усман Навюла, он занял первое место в первенстве в погонной борьбе. Он признан лучшим борцом конкурса. Он получил политику. Кто это? КМС. У него разряд КМС. Кандидат под силосом. Потом, следующий у нас спортсмен, очень выдающийся, Тунаев Назир. Трехкратный победитель. Четырехкратный призер чемпионата Афганистана по греко-алинской борьбе. Да, очень много насыщих, но мы даже не знаем, где их звонить. Мы их держали в столе, потом раздали. Садитесь, а есть трубочка, мы говорим. Раздали там. Потом. Вот у Назира еще какие заслуги. Второе и третье места на эскафо. Он является также победителем призера Всероссийских и Сувирадских конкурсов. Турниров, простите. Тоже имеет рождhen к амбрису. Далее. Кемплисов Гидрин. Двухкратный секион Дагестана по греко-алинской борьбе. Очень много наград. Он придет в Дагестан по вольной борьбе. Это наши 10- и 11-классники. Чемпион зоны Дагестана на двух... Имеет 2-30. Имеет спортивный разряд по МРС. Потом Таирбеков Аслан, 9-й класс, вольная борьба. Мы его приглашали к нашему шелку. Видимо, да. Призер Республики Дагестан. Багаутина Фруслан. Хренировки университет. Маламбур Магомед здесь. Тоже нет. Еще три значимых спортсменов, которые я хотела вам. Гриб-Каринская ладьба. Гриб-Линг есть. Игольная борьба. Хренировки университет. Я приятно удивлен, но очень даже это будущее Олимпионики. Я хотел бы фотографироваться с Аравии, если вы не хотите. И один вопрос за Сынку. Вот Вот вы знаете, недавно прошел чемпионат России по американской борьбе в Ростове. Вот какой интересный результат вы знаете? Можно выбрать? Прагистанский борец. Прагистанский борец. Милап одержан. Кстати, я почему хочу сказать, что он выходец нашего района. Это мой Тинзяк. Он впервые в истории Дайксара взял Кубок Мировых в этом году. В прошлом году был чемпионат в России. И он был весовой категории 82 кг. Учитывая, что весовая категория 82 кг не олимпийский вес, он перешел на следующий вес буквально месяц 2 раза. 87 кг. Чтобы заработать путевку на Олимпиаду. И вот сверхъеменитый. Поэтому я вам желаю таких же результатов. От души, прежде всего, тренировки. Это что такое? Я скажу, я чемпион группы и так далее. Нужна дисциплина, трудолюбие, выкладываться. Не щадить себя. И, естественно, это старший тренер, что говорит, учеба. Все это в комплексе. Если вы это будете делать. И, иншало, через лет... Сейчас сколько уже? 16. Ну, лет через 5-8 вы будете... А, и я. Да. Ну, начнет надо с этого пока. Поэтому вам успехов, удачи. Давай, я попри capable. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ ШАВТЕЛЬМАНИЕ Все, так, внимание! Сейчас живот потрачу. ШАВТЕЛЬМАНИЕ 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 Все зависит. Еще раз пригласите хорошенько.